МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Отдадут ли коммунальные сети частнику? Последнее заседание городской думы уже окрестили переломным. Кому не будут продавать алкоголь, депутаты намерены увеличить возрастной ценз при продаже спиртного. И фестиваль детской книги с юными читателями Ноябрьска. Встречи проводит детский писатель Тамара Крюкова. Депутаты Ноябрьской городской думы запросили проект договора между администрацией города и обществом ЭнергогазНоябрьск, который претендует на то, чтобы стать главным акционером инженерной инфраструктуры города. Такой документ в окончательном варианте должен стать некой подушкой безопасности для населения и муниципалитета, если приватизация коммунальных сетей Ноябрьска состоится. А предпосылки к этому уже есть. Ирина Потехина с подробностями. Это было переломное заседание Ноябрьской городской думы. Главный вопрос в повестке, он стоял под номером 9, звучал как утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Но по сути он был отправной точкой, которая запустила механизм передачи городских коммунальных объектов в частные руки. Всего объектов более 500, начиная от счетчиков воды и заканчивая котельными, газопроводом, электрическими и теплосетями. Исключены из этого списка только центральные теплообменные пункты, которые, как и сети водоснабжения и водоотведения, по закону приватизации не подлежат. Если анализировать перечень имущества, то, которое сегодня мы с вами обсуждаем, и то имущество, которое мы планируем по нашему решению передать в уставный капитал на рассмотрение, то можно увидеть, что сети, которые предлагаются к передаче тепловодоснабжения, есть 80-го года. То есть срок эксплуатации сетей порядка 20 лет. Износ тепловых сетей, к примеру, составляет уже 80%. Порывов и других технологических нарушений на них за минувшую зиму зафиксировано более полутысячи. И если сейчас не начать вкладывать в коммуналку деньги, то, по мнению главы администрации, следующей зимой у Ноябрьска могут быть большие проблемы. А планы по развитию города так и останутся только планами. Развитие нашего города требует, в общем-то, дополнительных объемов инженерной инфраструктуры. Нам необходима котельная порядка 500 мегаватт, нам необходима сети тепловодоснабжения, канализации и прочее на развитие 8-го микрорайона, 9-го, и на строительство тех объектов, которые сегодня у нас уже находятся в стадии, в общем-то, строительства. Это жилой фонд 8-го микрорайона порядка 300 тысяч квадратных метров, это ледовый дворец, который мы планируем построить с компанией «Газпромнефть». Это стадион, который уже тоже в стадии строительства находится, и объекты здравоохранения, которые обсуждаются в районе центра, спеццентра. На реанимацию нашей коммуналки надо более 33 миллиардов рублей. У города, равно как и у округа, нужной суммы для этого нет. Вкладывать в инженерную инфраструктуру Ноябрьска серьезные деньги готовы только частники в лице общества «ЭнергогазНоябрьск». И по мнению некоторых депутатов, частник гораздо эффективнее справится с этой задачей. Хотя другая часть народных избранников опасается, что город может потерять свое имущество и ничего не получить взамен. Что опасно? Все на месте. Котельные на месте остаются. Контроль осуществлять мы можем. Люди вкладывают свои деньги. Частичные деньги, округа, не знаю, свои деньги. Они что, будут воровать свои деньги? А вот извините, если будут вкладываться окружные деньги и проходить ремонт через ДМЗ, вот тут у меня большие сомнения, что они будут эффективно вкладываться в тот же ремонт котельных и так далее. Вообще о возможных рисках в случае приватизации коммунальных сетей депутаты спорили и говорили много. И на этом заседании, и прежде. Но теперь озвучивались уже конкретные предложения. И даже условия, на которых муниципалитету было бы выгоднее строить партнерские отношения с частным инвестором. Причем все это уже подкреплено официальными высказываниями и письмами прокуратуры и ямальских властей. Мы ни капли не потеряли контроля за ними, потому что мы осуществляем по отношению к ним как тарифное регулирование, так и все технологическое регулирование. То есть мы просто не дадим отойти от системы и систему каким-то образом не должны содержать. По поводу того, что для города существуют риски утраты какого-то имущества, здесь можно в полной мере, и этих механизмов достаточно, обезопасить себя договорами и всеми механизмами гражданского права, которых блага у нас в государстве хватает. Поэтому не вижу препятствий. Это риск потери имущества нашего. Он исключен, потому что в случае ненадлежащего исполнения обязанностей, это второй как раз риск, есть законный способ изъять свое имущество обратно с какого-то посудового. В итоге депутаты поручили главе администрации к 1 июня представить проект договора, на котором будут строиться партнерские отношения двух сторон муниципалитета и энергогаз Ноябрьска, и в котором будут защищены интересы города и его жителей. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, новости нашего города. Совет директоров общества энергогаз Ноябрьска уверяет, приватизация сети ни в коем случае плохо не отразится на качестве предоставляемых услуг. Не отразится это и на безопасности системы жизнеобеспечения. Учредитель общества энергогаз Ноябрьска, корпорация СТС, готова выделить немалую сумму на то, чтобы привести в порядок коммунальную систему в городе. Опасаться за изменение профиля назначения имущества, за изменение его качественных характеристик точно не стоит. Более того, целью этого решения было совершенно обратное. Данное решение создает необходимую платформу и механизм для привлечения частных инвестиций в городскую коммунальную инфраструктуру с целью ее модернизации, с целью повышения ее эффективности, с целью строительства новых объектов. В частности, мы с вами знаем, что сейчас осуществляется строительство на территории 8 микрорайона, большая застройка в рамках реализуемых правительством программы переселения из верхнего и аварийного жилья. И приоритетные задачи на текущие и следующие годы корпорации СТС, теперь уже в рамках совместно созданного акционерного общества, будет строительство котельной с магистральной теплотрассой для выдачи тепловой мощности, строительство объектов электросетевого хозяйства. Так что я думаю, что в ближайшее время нам с вами удастся вместе с горожанами оценить результаты положительные принятого вчера решения. Молодежь оградят от алкоголя. Законопроект об увеличении возрастного ценза при продаже спиртного поступил в Госдуму. Согласно документу, россиянам моложе 21 года спиртные напитки в магазинах продавать не будут. Продавцам-нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года. Инициативу повысить минимальный возраст покупателя алкоголя с 18 до 21 года поддерживают 76% опрошенных россиян. Таковы выводы Всероссийского центра общественного мнения. Причем наибольшую поддержку инициатива получила среди людей предпенсионного и пенсионного возрастов. Скептически идею повышения минимального возраста покупателя алкогольной продукции воспринял каждый пятый, то есть 21% опрошенных. И лишь 3% респондентов затруднились ответить. Ну а далее о том, что интересного на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Люди с ограниченными возможностями идут в социальный бизнес. СН встретилась с одним из лидеров общественного движения Сергеем Богдановским, который на шестой странице газеты рассказал о создании в Ноябрьске новой общественной организации. Новые дополнения и правила вступили в силу в законодательстве, касающегося владения оружием. Подробности на восьмой странице номера в интервью с начальником отделения лицензионно-разрешительной работы ОМВД Ноябрьска майором полиции Русланом Иваковым. Только недавно утихли споры вокруг нового закона об образовании, как общественность уже вновь возмущена. На этот раз горячее обсуждение развернулось на тему образовательного стандарта по литературе. В школьной программе значительно сократится количество классических произведений, которые уступят место современным. Кого и почему вычеркнули из списков, читайте на десятой странице свежего номера. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Ноябрьск в рамках международного проекта по обмену опытом в сфере социальной поддержки незащищенных слоев населения посетила делегация из Германии. Это работники общественной организации признания доверия перспектива, которая базируется в Дюссельдорфе. Гости из-за рубежа посетили детский дом, социальный приют «Гармония», ряд подростковых клубов, а также прочли лекцию для социальных педагогов и руководителей соответствующих служб города. Организаторы подчеркивают, встреча будет полезна как для принимающей стороны, так и для немецких общественников. Ноябрьск почерпнет опыт своих коллег из Германии, а те, в свою очередь, смогут изучить сферу социальной работы в России на примере Ямала. И в эти же дни в Ноябрьске проходит фестиваль детской и юношеской книги. Одно из самых ярких событий праздника – встреча маленьких читателей с известным детским писателем Тамарой Крюковой. В течение двух дней писательница отвечала на вопросы ребят, рассказывала о своем творчестве и цитировала выдержки из своих произведений. К слову Тамара Крюкова, автор разноплановой ее перу, принадлежит более 40 книг разных жанров. Из них такие известные, как «Костя плюс Ника», «Потапов к доске», «Сказки дремучего леса», «Хрустальный ключ» и так далее. Их общий тираж – полтора миллиона экземпляров. Кстати, совсем недавно писательница закончила работать еще над одним произведением. Вот буквально книга еще не вышла, она в отрисовке у художника. Называется она «Опасайтесь волшебства». Это третья часть путешествия про мальчика Митю, недоучку волшебника Авосю и плюшевого львенка Мефодия. Первое «Чудеса не понарошку», потом «Магна» два часа, теперь «Опасайтесь волшебства». В первое путешествовали по Шутландии, во второе путешествовали по Игрландии, а в третьей по Искании, где все ищут приключения на свою голову и находят. Конкурс на самую забавную фотографию «Фотосмайл» в нашей официальной группе в Одноклассниках закончился. По итогам абсолютным победителем стал фотоснимок Ольги Заруцкой, на котором изображен ее сын Артем. За него проголосовали более пяти сотен наших подписчиков. Как и было обещано от новостей нашего города, победители фотоконкурса, а точнее герой фотографии получил специальный приз. Ну и последнее. Сегодня в Тобольске стартует финальный турнир чемпионата Тюменской области по мини-футболу, в котором принимает участие команда «Газпромнефти». В первый день соревнований подопечные Марата Абжалимова проведут две игры группового этапа, а в начале этой недели с финала первенства России по мини-футболу вернулась юношеская дружина «Газпромнефти». Ноябрьские мальчишки одержали четыре победы при двух поражениях и вошли в пятерку лучших клубов страны. О том, как удалось войти в пятерку сильнейших, сегодня сразу после новостей. И в актуальном интервью расскажет тренер команды Кирилл Твердов. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Дверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Пятого апреля в Слехарде преимущественно без осадков. Ветер западный, температура минус 5 градусов. В Муровленко снег. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура 4 градуса ниже нуля. В Ноябрьске облачно. Временами снег. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура 3 градуса мороза.